Знаете, я весь разговор наш с тобой записал на видео. Я спрашивал, а почему нельзя сделать только угон тотал? Ну, якобы нельзя, до этого мы дойдем в банк, мы позвоним. Чего она мне сидит чешет о том, что нужно делать полное страхование? То есть на 5 тысяч мы убрали лишних платежей, верно? Верно. Сказали то, что вы обманываете, что обязываете делать с франшизой. Он обязан был мне проинформировать, что в кредите есть три вот таких услуги. На 5 лет они мне накинули 242 547 рублей. Будут узнавать, наклеим усики, оденем очки. И пойдем проверять. Друзья, всем привет. И у нас сегодня будет разоблачение одного из официальных дилеров. Вот все, кто подписывается на инстаграм нашего канала, я вас всех постоянно призываю. Не знаю, чего не подписывайтесь, надо это сделать. Знаю, что ранее я сделал публикацию, где предложил прийти к одному из официальных дилеров под видом простого покупателя и сказать, ребят, стандартная ситуация, вот машинка есть, она меня интересует, до 2 миллионов рублей. У меня есть 700, 800, 500 тысяч рублей наличными, остальную сумму я хочу взять в кредит. Что вы мне предложите? И все это заснять на скрытую камеру. Сегодня среда, 12 сентября. Что я возьму с собой? Вот эту коробочку из-под визитки, потому что у меня GoPro маленькая, она сюда поместится, звук будет хреновый, будет трясти кадр, поэтому имейте в виду, что все делаем по-честному. Я надеюсь, что никто там не начнет плакать, выть. Вы сами знаете, по закону я имею право вообще со стабилизатором прийти, с микрофоном сесть и весь процесс снимать. Есть на это у меня полное право конституционное, но вы знаете, что выбежит охранник и начнется вот, что вы снимаете, нужно разрешение и так далее. В общем, согласно голосованию, многие отметили Kia, как бренд, многие отметили Skoda, ну и еще ряд других автомобилей. Mazda и Toyota мы вообще не рассматриваем, потому что она уже вот здесь, правильно? Ну все вы уже наелись, Mazda, Mazda, Camry, Camry, Toyota, Toyota, да еще и впереди Toyota на газу, ох, что будет. Сейчас я отправлюсь к одному из официальных дилеров Kia и попрошу их сделать расчет мне на два автомобиля, новый Kia Ceed и новая Kia Optima. Если этот ролик вам понравится, он будет действительно полезный, мы сможем продолжить эту серию, сходить к другим компаниям, послушать, что они предлагают. Каша размазана как следует, погнали. Итак, перемещение во времени произошло, мы находимся на Варшавке, вот она Kia, которая попала под мой взгляд. Друзья, не реклама, ни в коем случае, если проявят себя хорошо, ну будете знать. Никому не звонил, ничего не договаривался, просто сейчас захожу и говорю, здрасте, хочу посмотреть две машинки. Optima в комплектации GT Line и Ceed новый, ну давайте посмотрим его в топовой версии, потому что Ceed он примерно миллион четыреста. Посмотрим, что они сходу сделают, какие предложения, что тут болтать. Операция начинается прямо сейчас, я вас сажаю вот в эту коробочку и вы идете вместе со мной. Все убираем, поэтому погнали. Значит, вот такая картина происходит. Вот мы в автосалоне, пришел, прождал 10 минут, ну сами-то мои друзья. Не особо интересно все это показывать, снимать. Значит, вот два коммерческих предложения. Все машины, которые есть в автосалоне, они с доп. оборудованием. Под заказ месяц-два. Ценник дал прайсовый, я не торговался ничего, я просто просил, говорю, вот так и так хочу посмотреть машинку. Сейчас мы пришли в отдел страхования и следуем на кредит. Так, это, соответственно, тарифы на сельском, а применение машинного отношения на сроке, на сроке, на сроке, на каждое обращение. Соответственно, это те условия, которые пропускает ПАН. Слово-разумо, там получается самое выгодное предложение для полезных военных страховая компания. Это получается угон тотал плюс все остальное с франшизы за 30 тысяч. Да, все. А просто в угон тотал я не могу, да, себе сделать сейчас, никто меня доблит. Я вам рассчитываю стоимость страхов. Нет, это я понял, а банк-то... Со всеми банковыми партнерами, стилем Росфинанс ВТБ, у меня заключен договор о том, что... Ну, точнее, у них общие условия. Оформление и польза заказка возможны только с применением франшизы в размере 30 тысяч рублей. Ну, и все вопросы у девчонок дальше, да, можно будет? Нет, не применяется. Я понял. Здрасте. Дмитрий. Да. Автомобиль, как будем рассматривать? давайте вот два автомобиля вот я вам принес предложение с какого начнем? да с любого с какого хотите Optima и Seed у меня подороже тогда с Optima да, что-то минимальный первоначальный износ какой должен быть 20% ну посчитайте так что 800 тысяч первоначальный износ ну если вот это будет? ну да, плюс 15 тысяч вы мне распечаток вводите, да, как он там потом что-то записал КАСКО вы посчитали, КАСКО я отдельно делаю, не стреляю срок риетования какого? давайте на 3 года давайте даже так, если может 3-5 посчитайте у вас банки-партнеры куда будут отправлять вообще смотреть? ну, сами банки, здесь всего 3 представлены это Росфинансбанк, Стиренбанк, это группа компаний МСП Банк и ВПБ Банк это я считаю конкретно по одному банку, но все остальные плюс-минус тоже с вами получаются 1.774.900 стоимость, 800 на 3 года, при минимальном пакете в минусе только паспорт и водительское удостоверение и КАСКО идет в наличные, ставка будет 13.8 платеж составляет на 3 года 39.622 и максимальная переплата за 3 года составит 265 если на 5, то это все то же самое, ставка без изменений будет платеж 28.300 и максимальная переплата 4.77 уже будет а это что за банк? это КСП Банк считаю ну вот, спечатайте вот это и то же самое тогда по силе а не подскажете, я вот раньше, когда делал на машину, я раньше делал просто угон тата ну да, а сейчас вот ваш коллег говорит, что так нельзя, то есть нужно обязательно франшизу это с банком, да, можно попробовать? первый год, да, либо полная, либо с франшизы со второго года вы уже можете любую выбирать там просрочку, таталу, полную а с первого никак не получится, таталу по всем банкам вот этим, да СИТ считаем 1.469.900 да у нас тоже остается да, 800 ставка на СИТ будет уже 13.3, если на 3 года платеж по 28, переплата 182.5 если на 5, рассчитываем ставка без изменений, платеж 20, переплата 328 во всех вариантах засрочного и погашения засрочного с первого дня оправления кредита, то есть можно будет полностью закрыть кредит так и частично закрыть его в случае частичного срочного погашения будет меняться сумма же месячных платежей срок при этом будет оставаться без изменений за потребительность это у нас получается СИТ это у нас получается это у нас получается оптимум да, не надо тебе так сейчас нормально значит я сейчас какое действие смотрю, думаю, если все устраивает тогда мы приходим к вам с документами, да и вы подаете, чтобы процент сбить что можно сделать? 2 НДФЛ принести? в принципе, если по суммому банку это самая оптимальная процентная ставка то есть правку с работы не нужна? здесь она не требуется она в основном требуется только по сумме то есть если там, допустим, минимальный долг и первоначивный снос банк может зафиксировать в данном случае не нужна в случае по заявке получается подается заявка если условно в течение часа мне одобрят то все, я могу у тебя оформляться в случае положительное решение, то да уже далее готовится весь пакет документов то есть вам нужно будет первоначальный взнос оплатить и делать полис КАСКО здесь подписываются все документы мы уже в свою очередь передаем гарантийное письмо которое гарантирует вам выезд если машина наличит, то я сажусь уже, ну грубо говоря, в один день должен делать все, спасибо, блин мы с вами возвращаемся в автомобиль и время подвести первые итоги друзья, обязательно прослушайте внимательно весь разговор с менеджером кредитного отдела от и до не мотая, это важно сейчас поймете почему начнем мы с KC в первую очередь к менеджеру по продажам вопросов ноль почему? я к нему пришел даже записывать разговор этот не стал все скучно, да не могу все ли есть машинки, что-то есть, чего-то нет, чего нет привезем спрашиваю, скидки есть прямые от салона ну скидок нету, есть только накидки серии машины стоят с доп. оборудованием вот если вы с доп. оборудованием берете, на них скидки сделаем здесь кратенько доп. оборудование как бы на 100 тысяч мы вам делаем скидку 60 тысяч вы покупаете за 40, в реале все то же самое, вы можете поставить тысяч за 15-20 раз я взял у него два автомобиля первый СИД топовый и Optima GT Line после чего я отправился сначала в отдел страхования где мне сделали расчеты на КАСК значит, что касаемо СИДа вот я вам показываю расчеты мне 28 лет, я женат стаж вождения меня более 10 лет я никогда в ДТП не участвовал соответственно, самые выгодные это резцы ВСК для чего я это показываю? чтобы вы просто в целом понимали порядок цифр подчеркиваю, что эта страховка КАСК идет полная с франшизой до 30 тысяч рублей до 30 тысяч рублей я спрашивал почему нельзя сделать только угон тотал ну якобы нельзя до этого мы дойдем в банк мы позвоним вот значит, давайте так после чего я отправляюсь естественно в кредитный отдел ничего я там не говорил просто посчитайте, пожалуйста, кредит вот подчеркиваю что ни слова никто не сказал про страхование никто ничего слова никакого не сказал просто он мне назвал первоначальный взнос 800 тысяч и все остальное вот ежемесячный платеж сейчас я вам показываю ну давайте начнем с простенького мы начинаем с 36 месяцев вот друзья значит смотрите сюда если что приблизите кому непонятно будет вышлем потом скрин я ему говорю первоначальный взнос у меня 800 тысяч рублей соответственно мне до машины до машины не хватает 670 тысяч рублей то есть он мне вот такую сумму должен рассчитывать в кредит что этот парень делает он мне рассчитывает сумму в кредит 829 тысяч 460 рублей в которую включается сразу финансовая защита страхование жизни еще что то что угодно вот 60 тысяч 872 рубля об этом он молчит далее он мне впихивает сюда смс-информирование 2844 рубля об этом он молчит далее расширенный полис сказка 95 тысяч 844 рубля об этом он молчит если вот эти три суммы сложить то получится на 160 тысяч рублей при этом ежемесячный платеж составляет 28 тысяч 161 рубль если убрать расширенный полис сказка я же делаю отдельно вот она у меня есть правильно вот вы видели только что убираем финансовую защиту что такое финансовая защита страховка жизни вы все прекрасно знаете это банк должен делать а не я если вы переживаете что я там умру еще что то случится ну вы страхуйтесь нифига себе я вас беру бешеный процент 13,3 кредит я же еще должен застраховать вас окей спрос рождает предложение не нравится иди нафиг хорошо но вы обязаны об этом сказать он обязан был мне проинформировать что в кредите есть три вот таких услуги если эти услуги откинуть а суммарно это получается 160 тысяч рублей то платеж мой ежемесячный составит 22 тысячи 414 рублей то есть разница примерно 6 тысяч рублей ощутимо 6 тысяч рублей каждый месяц у тебя в кармане остается это раз это если на три года далее переворачиваем прошу сделать расчетик на пять лет что здесь получается 20 тысяч 46 рублей ежемесячный платеж и все те же самые допы финансовая защита у нас взросла и смс информирование у нас взросло то есть плюс 202 тысячи рублей он мне запихнул туда же и об этом он молчит то есть он мне говорит у вас по переплатам по кредиту там небольшие суммы называет их но по факту без моего ведома в тело в кредит он вкидывает 200 тысяч 160 идем дальше вы поняли да всю картину ски оптима там вообще история еще веселее автомобиль стоит изначально 1 миллион 775 тысяч рублей округляю значит в первый кредит на 36 месяцев они мне так же накинули сверху 183 тысячи 700 рублей раз на пять лет они мне накинули 242 тысячи 547 рублей 2 если сейчас я к нему пойду мне скажут ну это условия банка без этого вам не одобрят вот давайте сейчас сделаем сперва ход конем это банк сетилем я позвоню включу громкую связь и мы спросим обязательно ли это делать и послушаем что нам ответит сотрудник банка а после этого мы отправимся к нему и зададим ему вопрос прямой нахера же ты мне это впариваешь дорогой мой человек беру номер с этой же бумажки сетилем банка городской уважаемый клиент мы создали для вас мобильное приложение меня зовут Анастасия вы позвонили на линии купировки карты карта серена украдена нет Анастасия просто по вашему телефону никак не дозвониться до сотрудников можете переключить на автострахование вот я машину хочу купить в кредит у меня тут пару вопросов по кредиту возникло задавайте а с вами да может проконсультировать смотрите пришел автосалон к официальному дилеру посчитать они мне говорят то что нужно обязательно делать финансовую защиту чтобы кредит было положительное решение это правда или это неправда или это все таки это добровольная услуга на усмотрение клиента она как то влияет вообще на принятие банкового решения о выдаче положительного или не положительного результата никак не влияет а еще вопрос такой а смс информирование платное это тоже обязательно или я могу от этого отказаться также добровольная услуга а расширенный полис каска который они также предлагают сделать это обязательно или это уже от них идет инициатива полис каска главное условие это угон и полная гибель то есть угон тотал я обязан сделать по требованиям вашего банка а дополнительно франшиза делать ничего не должен все правильно а если менеджер в салоне говорит обратно что я обязан это делать как мне его ответить правильно это добровольные услуги на усмотрение клиентов вы можете заказать при оформлении договора я вас понял хорошо спасибо сейчас попробую с ними пообщаться итак друзья таким образом мы позвонили с вами в сетелем банк задаем вопрос по каске угон тотал можно сделать требование банка такое в салоне нам втирали о том что обязательно нужно делать полную каску с франшизой раз второй момент каска расширенный полис 95 тысяч от салона опять таки получается 2 смс информирования можно отказаться 3 финансовая защита можно отказаться ну видите финансовая защита в СЖ по разному они называют это можно отказаться то есть менеджер меня об этом даже не проинформировал ну вы понимаете что об этом говорить я предлагаю пойти вам вместе со мной к менеджеру и аккуратненько спросить у него а какого хера то он так делает почему это он людей вводит в заблуждение а в заблуждение друзья четвертак четверть миллиона я не хочу сказать тоже фаворит моторс плохой вот такая картина будет абсолютно по всем дилерам вы должны понимать о том что это сегодня легальный способ обмана вот как рассказывал Андрей в интервью ярдрей кто не смотрел обязательно посмотрите очень полезное это то из серии когда тебя обманывают он делает это по закону поэтому нужно обязательно быть умным и смотреть вот на такие вещи пойдемте к менеджеру вопросов возьмите да да я видишь разговор наш с тобой записал на видео но тебя записывать не стал открывай калькулятор ставь вбивай цифры 1 миллион 469 тысяч я тебя не снимаю я снимаю только себя вбивай минус 1 миллион 469 тысяч 900 минус 800 тысяч рублей какая сумма получается 669 900 669 900 это та сумма которую я хочу взять в кредит на автомобиль ты мне распечатки какую цифру вкладываешь вот у нас есть два листа правильно Тенни в кредит какую сумму предлагаешь здесь получается стоимость автомобиля да минус первоначальный взнос да на три года рассчитан кредит да каска идет за наличие при этом ставка платеж и переплата по кредит да то есть сумма в кредит какая есть процентные ставки нет подожди подожди я тебя понял ты мне ответил сумма в кредит какая входит в финансовую защиту ты почему об этом не сказал так я еще не даже не успел ничего рассказать подожди мы с тобой когда сидели ты мне дал распечатку по одному по второму кредиту после этого ты не сказал что что нужно идти дальше почему ты мне сразу не проинформировал то что ты мне закладываешь 600 160 тысяч на три года и 200 тысяч на пять лет это все идет от срока кредита зависит это обязательно услуга есть обязательные проценты ставки где в нее данные суммы входят без нее то ставки увеличиваются я позвонил только что в банк они сказали что раз не обязательно два не обязательно информирование не обязательно сделай расчет на этом примере я не хочу брать финансовую защиту я не хочу брать полис расширенный я не хочу брать информирование увеличиваю процент и покажи мне что из этого получится одном простом примере то же самое со страхованием каста чё на миссии чешет о том то что нужно делать полное страхование я звоню также в банк минимальное требование вашего банка партнера угон total но это на второй последующий это на первый год все остальное она сказала то что вас там обманывают идите спрашивайте что происходит мы с тобой сделали четыре расчета раз автомобиль 35 лет и оптима 3-5 лет на в общем это вообще 4 миллиона засунул это не я засовываю это ты не дал распечатку этот другой ну не я засовываю это я рассчитываю по калькулятору вопрос тогда почему-то сразу не сказал я информирую также вы меня попросили расчет я сделал примерный расчет да вы сказали подумайте все на подаче заявки уже все это проговаривается то есть все полностью все суммы целиком что именно входит сумму кредита и так далее подается на основании этого заявка подаем не а почему ты изначально не сказал ну ты же мог сказать изначально посмотреть у нас есть два варианта первым мы отказываемся от всего и тогда что-то будет по-другому и второй вариант то что мы не отказываемся от всего а берем сэжей так далее и тому подобное мы подаем заявку она обрабатывается вам ну ты же не подавал тоже сделал просто распечатку родоваривание расчет ну максимальный расчет который есть вот дальнейшем на сделке это все еще максимально все проговариваются на моменте подписания в дальнейшем все это подписывается все суммы это все будет включаться и все это наглядно будет показать давай проще если что-то я тебя нет я уже второй раз отсеиваешь я тебя понял вот давай проще ты не сделаешь такую же спечаточку где вот это вот это не будет носить на три года и на 5 лет на общем можно укатывать каска у меня отдельно каску мне не надо еще вторую делать на автомобиль каска за наличный там дела ты не вкидываешь в страхование в кредит это не страхование это для страхования вот это то что каска расширена дата для напишет и гад был на ставка процентам уже будет 15 3 вот убрал получается страхование каска все тупо убирал правильно изначально у нас сумма кредита такая какая должна быть 669 тысяч 900 рублей 15 3 поднялся процентная ставка сколько на полтора получается ежемесячный платеж на стал 23 тысячи четыреста десять а был 28 тысяч 161 рубль то есть на пять тысяч мы убрали лишних платежей верно верно смотрим на пять лет у нас было 20 тысяч ну и 46 стала 16 тысяч 104 и процентная ставка 15 3 так и имею право подать кредит все спасибо извините девушка позвонил в банк сказали что требование банка минимальный угон тотал сказали то что вы обманываете что обязываете делать франшизы вот он подтвердил только что пересчеты сделал поэтому имейте ввиду что сетелем банк требует угон тотал и все и никаких франшиз делать не нужно этот с вашего банка весь разговор я с вами с ними записал ну что друзья пришло время подвести итоги я вернулся как говорится еще раз почувствую разницу вот предложение когда тебе когда ты честный человек заходишь и говоришь посчитайте дайте предложение раз вы видели вот начинается тот я бы вам потом я бы вам сказал никто бы ничего не потом не сказал почему тогда встречный сразу вопрос ему же ты сразу не сделал распечатку ну я ну это ну и все слышали сами то есть три года три года мы запросто с вами сбили 160 тысяч процентная ставка у нас выросла на одну целую а на два процента но при этом при этом она выросла на два процента а вы экономите по ежемесячному платежу примерно пять тысяч рублей это раз это вот на три года на пять лет пожалуйста двадцать тысяч сорок шесть рублей было стало шестнадцать тысяч сто четыре рубля то есть вы понимаете сейчас он также на камеру говорит да да конечно может от всего этого оказаться отказаться это не обязательно услуга банк также подтверждает что есть два вида страхования есть четко прописано дети действительно могут после поднять процентную ставку а бывает страхование когда тебе вот из серии как вот он мне навешал вполне вероятно что по условиям договора можно было бы отказаться процентную ставку бы не подняли зачем нужен этот гемор когда изначально ты можешь все решить в свою пользу сделать все по-честному приходишь попросить 700 тысяч и 900 тысяч вкидывают в общем что я хочу сказать этим видеороликом я ни в коем случае не пытаясь там наговаривать на дилера конкретно этого все так работают я ни в коем случае не пытаясь там говорить это да это у парня что он плохой это его работа он такой же как и мы с вами он устроился семья дети ему нужно кормить детей а есть верхушка такая знаешь которая вот через нас простых людей заставляет нас же друг друга кидать 13 и 3 или 15 и 3 это здоровый процент какие-то еще дуб страхования вот просто жрались уже наши банки будем честными вот конфликт с немаги был да он немаги против тинькова помните как они его грязью поливали говнищем все тиньков урод козел это можно скопировать и вставить абсолютно к любому банку это так и есть не то чтобы тиньков плохой все такие все одинаковые вы понимаете об этом поэтому когда вы отправляетесь в автосалон вот основная распечатка куда нужно смотреть вот в эту шапку если она вас предварительно устраивает есть также кредитный калькулятор где вы можете забить посмотреть процентное самое главное никогда не лезьте на кредитный калькулятор конкретно этого банка есть нейтральная ссылка на него в описании то есть там не будет никаких скрытых платежей в те же самые проценты расчеты вот после чего вы можете уже переходить договор вам распечатать договор еще раз внимательно просматривать сейчас договор как правило там 5 7 максимум 10 страниц в некоторых банках вовсе их доводит до 3 4 страниц вот и тогда все будет по честному все будет вашу пользу при этом сейчас вот при таком кредите как он первый раз рассчитал к менеджеру подойти по продажам он скажет ну окей при кредитовании вам сделаем дополнительную скидку 100 тысяч рублей на хрена такая скидка давыми накидку сделали уже 160 вы меня понимаете друзья обязательно подписывайтесь на наш канал пишите какому дилеру еще отправиться не дилеру конкретно бренду там volkswagen еще кого-то проверим всех ведь у каждого у них есть своя программка на выгодных условиях 7 процентов годовых ничего не меняется не что не будем навязывать всех проверим будут узнавать наклеим усики оденем очки и пойдем проверять поэтому я думаю это видео было вам полезно обязательно поставьте лайк поделитесь им в ваших социальных сетях с друзьями потому что это происходит сплошь и рядом вот люди сидят я вышел оттуда выключил камеру такая когда а нам тоже сказали то что обязательно надо делать обманы присутствует все до новых встреч всем пока пока